Всем привет! Сегодня у меня съемки в спортивном стиле. Я уже в таком спортивном костюмчике. Жду Машу и Руслана. Очень клевые ребята-фотографы из Крыма. Я вас с ними познакомлю чуть попозже, когда они подъедут. Я пока собираюсь. Покажу вам свой наряд. Первый образ на три костюма. Подъехали мои друзья Маша и Руслан. Познакомьтесь. Это очень крутые ребята. Они прилетели из Крыма на Алма-Ату. Им очень здесь нравится. Ну давай, сделай как ты такая. Я могу вот так. Оно вообще тяжело делать? Нет. Смотрите, видно там диетическое. Нет. У меня диета. Их можно, да? Представляете, диетическое Орео. Тебе тоже Орео дать? В смысле? Заменить что? Рацион? Один раз можете вечером прям взять и... Наестся печенек с чаечком. Зато он 170 калорий всего. Да ладно. С 170 калорий всего. Класс. Можно питаться им уже? Ну везде нет. Можно заменить. Допустим после шести, чтобы не сладкое, жареное. А если я хочу всегда не сладкое? Всегда? Да. Можешь переодеваться? Ну да, мне кажется переодеваться. Расскажи про второй наряд. Переоделась. Сейчас пойдем бить грушу. Вот он мой второй лук. Одежда вся от Nike. Сейчас я буду бить грушу. Смотрите. Ах! Я никогда ее не бить. Ну смотри, какой у Никола Женек! Вкусные люди. Парни, короче, переодеты и поют на руках. Переоделась. Сейчас у меня вот третий образ. Мы идем кататься на велике на улицу. Ребята сказали, что они купили какой-то крутой велик. Я не знаю, типа розовый какой-то. Посмотрим сейчас. Такой у меня лук. В общем, такие кроссовочки. Клевые лосинки и кофта такая. Ничего особенного. Просто спортик. Я чисто вижу спортик. Вы его купили специально, чтобы здесь кататься? Конечно. Мы же не знаем. Серьезно? Мы его купили специально для тебя. Да. Мы первые, наверное, в люксоре, кто это сделал, да? Да это вообще нормально. Все окей. И не холодно даже. Кстати, теплая кофточка. Реклама Nike. Наверное, Жене запашляли там Nike вообще по-взрослому. Вы не знаете просто. Они мне потом позвонились. Это вот они только выпустили. Cosmo. Cosmo. Называется DJI. Ну, DJ Cosmo. В общем, ребята мне сейчас показали новую камеру. Крутецкую. Тебе надо ее купить. Да. Посоветовали купить. Стоит 600 долларов. Снимает так. Мы закончили съемку. Очень быстро все прошло. Ребята молодцы. Профи все его делают. Чего и базарили. Вот. И сейчас мы отдыхаем и хотим показать вам книгу, которая как называется? Вот расскажи немного, Маша, про вашу книгу. Ну, это не то, что книга. Это наш альбом, который мы собрали наиболее интересных людей для нас. Что портрет интересных людей. Мы можем сказать, можно сказать, как охотники на интересных людей. Что нам так нравится в Алматы? Ну, очень круто. Первый раз напечатали так круто книгу. Ну, что совпали все цвета. В смысле, в Алматы? Да. Это очень тяжело напечатать. Так что есть такой магазин фотолибри. Это печать такая фотолибри. Нам невероятно нравится. Нет, реально вообще просто. Фотолибри это вообще просто. Такие невероятные люди. Прям вот прикольно. И мы, ну, и все даже, что им не заказываем, они тут же вообще нам печатают. И с таким качеством относят. Ну, прям такие сами. Они переживают, относят такие и говорят, все ли нормально? Мы не оплошали. Серьезно? Вообще, у нас в Алматы невероятно добрые люди. Не знаю, может они не относятся к вам так по-доброму, но к нам невероятно добрые. Может потому что вы добрые и к вам так же относятся? Я не знаю. У нас даже таксисты. А мы все злые уже. Да, там мы с нами. Рассказывают историю своей жизни. Про жен, про жен. Как они изменяли жену. Уже три раза таксисты ездили с нами весь день. И даже денег уже не хотели брать. Серьезно? Просто типа ездили по нашим делам. Да мы вас подождем. Давайте еще типа. Мы не будем даже брать до плана. А можно с вами тоже в магазин зайти? Мы посмотрим, что вы будете покупать. Мы говорим, да ладно, давай. Серьезно? Вот эта фотография. Руслан работает с журналом Vogue. Это была фотография месяца в Vogue Италии. Классно. Раскрывает такое материнство. Сейчас же вообще есть культ материнства, да, Ники? Они такие оторванные от мира и хиппи. И у них необычная история. На самом деле они таких два городских человека, которые просто из-за того, что она беременная, они решили отключиться от всей этой суеты городской. Все свои проблемы, все свои работы отставить. И вообще обратиться к природе, обратиться к своим корням. Они ходят на море, едят фрукты. И он как настоящий мужчина работает руками. Он постоянно что-то делает. Глиняную посуду. Глиняную посуду. Запекал. То есть у них вот такое решили они. Молодцы какие. А это невероятный казахский дизайнер. Девочка тоже. Похожа, кстати, мне кажется, на Женю. У нее тоже она смешанная с русским и казахским. Похожа. Она вот это все сама делает. Вырезает это все. У нее там всякие наряды крутые. Тоже хотим так познакомить тебя. Пофотографировать в казахском наряде, кстати. Да, кстати. Там наши какие-то наряды крутые есть. Это Никита. Онер Казантипа. Вообще основатель Казантипа. Гениальный человек. Просто художник. Профессионал своего дела. Это он в Камбодже. Когда мы в Камбодже были. Он в Камбодже делает проект. А это Сергей Юрьевич Полонский, который сейчас сидит в матросской тишине. Это миллиардер русский. Самый вообще такой экспрессивный, необычный чувак. Тоже вообще крутой, интересный. Знаменитость просто. Все русские его знают за его характер. А на самом деле, ну не знаю, можно такое говорить или нет. Это все играл. Он очень искренний, творческий, приятный. У него книги крутые. Сара, посмотри. Всем привет. Мы с Сарой приехали за заколочками в другого центра. Покажи прическу сегодня. И не хватает заколок, как обычно. В таких случаях я не знаю, что хуже фастфуд, когда эти куриные наггетсы. Либо непонятный суши, либо непонятная рыба. Но, если честно, мне так не хотелось суши. Я давно не ела. Именно вот наших роллов. И без отлично вкусного. Вот мы, в общем, с Лиди коллекшеном вышли, Сара понабирала. Вот себе вот такие резиночки. Кисточка. Да, еще кисточку мы тебе купили. Угу. Подожди, не открывай. Такую скрипку мы купили. Она для хранения разных заколочек. Я купила себе вот такие штучки, заколочки еще одни. А, да, у Сары сережки. Она просто в восторге. Они как клипсы, да? Давай тебе наденем. Вот у нее такие сережечки. Так классно смотрятся. Но, конечно, мне кажется, они немного сдавливают. Ну, если для фотосессии или так куда-нибудь пойти. Прикольно вообще. Как будто я ушки проколола. Но я ее не буду проколовать. Еще взяла вот такие себе сережки. Они такие модные считаются сейчас. Вот с такими штуками висящими. Да, Сара показывает. Это для волос. Специальная штучка. Все убираем. Красивые сережки. Еще вот эти сережечки. А, вот такие взяла. Нарядные. Восточные. А, Саран котенок. Сарочки котенка вот такого взяли. А потом я себе взяла обычные. Такие вот. Типа брюлы. И вот такие прикольненькие взяла под Диор. А вот под Диор, да. Давай это все распакуем. Чувствую себя прекрасно. Кушать не хочу. Наедаюсь и не переедаю. Сегодня у меня на завтрак кино на миндальном молочке с фруктами. Тосты. На второй завтрак тосты с сырным кремом и зеленью. Хочу сказать, что Киону едят в Париже очень много. Вот когда мы были. И она у них постоянно на витринах стоит в готовом виде. Еще хочу сказать, что такого разнообразного меню у меня давно не было. Каждодневного. Бывает такое только, наверное, где-нибудь за границей. В Турции или в Греции, когда мы были в отеле. Там, конечно, каждый день присыпаетесь, когда все включено. Кушайте вот такую пищу всю всякую разную. А дома, когда обычная жизнь спокойная, питаешься практически одним и тем же. Ну вот иногда, конечно же, можно себя побаловать, подарить самой себе десятидневное питание. И каждый день как будто праздник, вот честно говорю. Ребята, у меня сегодня просто крутецкий обед. Я обожаю морепродукты. У меня, в общем, здесь крем-суп из шампиньонов и паэлья с куриным филе и морепродуктами. Итак, ребята, наполник роллы с лаймовым творогом и ягодами. Такая красота необычная вообще. На ужин у меня яичный рулет с муссом из куриного филе и салатом из зеленого горошка. Та-дам! Купила я елку. Ходили-ходили вместе с Сарой по супермаркету. Смотрим, выставили елочки. Купили. Кстати, вообще дешевая елка, 3000 тенге всего. Сара очень счастлива и у нас теперь такое новогоднее настроение. Немного хочу рассказать вам про питание. Все-таки я уже очень долго питаюсь. Правильно питаюсь. Я похудела на 2 кг. Это, конечно, немного, но для худых типа это много. Сами понимаете, что худым тяжелее всего сбросить вес, а легче всего сбрасывать вес тем, у кого много жира на теле. Питание, конечно, это не дешевое. Подходит идеально для холостых людей, кому не нужно готовить. Подходит, наверное, тем еще, кто работает с утра до вечера, питается на работе. И идеальная, я думаю, штука, чтобы вам на работу привозили вот такую сумку с питанием. Если так посчитать, в принципе, рацион наш так и выходит, если вы разнообразно питаетесь, если вы не варите себе макароны с картошкой, если у вас есть деньги. В течение месяца сколько вы тратите на продукты, так, в принципе, и выходит, да? На сырочки различные и так далее, на деликатесики. Как будто бы я где-нибудь в Греции, у меня All Inclusive очень круто. Я прям кайфанула, честно. Мне кажется, иногда полезно, ну, просто даже подарить себе такое питание. Ну, классно, мне очень понравилось, я прям в диком восторге. В общем, у меня для вас будут новости, но они будут немного попозже. Наверное, в следующем видео вам расскажу, потому что сейчас у меня все в процессе. Я очень-очень рада этим событиям, которые будут происходить со мной в ближайшие, наверное, 10 дней. Вот, и, в общем, я вам все расскажу, во всем вы узнаете. Я не пропала, просто сейчас у меня миллион дел. Я каждый день с утра до вечера езжу по городу и что-то делаю. Вот каждый час у меня расписан. И когда вот так все, то, конечно, нет времени, чтобы снимать видео, какие-то тематические, там, причесочки. Когда есть, я стараюсь снять, а когда нет, чаще всего, времени нет в последнее время, я не снимаю. Немного подождите, сейчас у меня все успокоится, и вы будете наслаждаться новыми видухами. Ну, ребята, буду прощаться с вами. Пока-пока. Пока-пока.